Фильм Рубина Эстлунда, как и любого другого серьезного интересного режиссера, нужно смотреть серийно. Когда ты посмотрел хотя бы маленькую линеечку, например, квадрат, игра, форс-мажор, понятно, о чем все это было. Ясен метод режиссера — это микроанализ, это незаметные движения человеческого ума, когда на поверхности кажется все спокойно, а в глубине происходит серьезная работа. Как это в лавине. Сам эпизод, который можно считать экстремальным, лавина. Можно было бы вынести в название фильма «Микроскопические». И ложки-то уже вернулись, и все успокоилось, но работа души идет. Или возьмите фильм-игра «Длинная двухчасовая история» про то, как подростки, иммигранты, темнокожие подростки, в маленькой игре, в какой-нибудь напоминающей, как у Ханеки, забавной игры, все повышая градус жестокости и коварства, обирают своих белых ровесников, а те, обычные истории импотенции белой культуры, не могут даже пикнуть. Это происходит так долго, методично, обнажая приемы, механизмы этой игры, что зритель может заскучать, если бы, если бы все-таки самое интересное не было этим спрятанным. Вот, кстати, аналогия, от которой трудно отделаться. Когда ты смотришь игру, Эстлунда кажется, что это забавная игра Ханеки. И правда, все точно так же, как у Ханеки, камера ведет себя очень спокойно, персонажи на среднем плане, весь сюжет, как кажется, тормозит на месте, но этот кэш, еще один фильм Ханеки, который явно имеется в виду и в форс-мажоре, скрытая. Это спрятанное содержание черепной коробки, черного ящика европейской культуры. Вот что занимает режиссера. Что же мы видим, собственно, в форс-мажоре? Уже минуте на 17 случается история. Казалось бы, управляемая лавина сходит под полным контролем того, кто занимается этим комфортным туризмом. И тем не менее, лавина сошла, а осадочек остался. Микроскопическая снежная пыль, которая так напугала избалованных туристов, которая вызвала совершенно неконтролируемые поступки. Маленькая семья, родители и двое детей. И вот в минуты этой опасности, то ли виртуальной, то ли реальной, пока снимаешь на телефон, не можешь понять, родитель просто прячется. Точнее, он сбегает с айфоном. Помимо прочего, нужно задать иронический вопрос. А сегодня человеческая жизнь точно дороже последнего айфона. А что следует спасать? Как помните, у Шерлока Холмса, например, или у Эдгара Алана По, тогда, когда начинается пожар или другой катаклизм. Что в самом деле вы захватите с собой на необитаемый остров. Точно любимого человека? А может быть, гаджет? Фильмы Рубина Эстлунда – это своего рода фильмы-симптомы. Фабула, сюжет персонажа, да, это может занимать, хотя за два часа времени вы от этих плоских характеров устанете. Но гораздо интереснее диагноз, который ставит этот скандинавский меланхоличный доктор европейской культуре, европейскому человеку, ну и вообще современному потребительскому сознанию. Так же, как трудно избавиться от кинематографических контекстов, здесь они прямо имеются в виду, и Буниель, и Бергман, и Ханеке, так же трудно освободиться от контекстов философских по просмотру фильмов Эстлунда. Скажем, в бодрияровской прозрачности зла мы вычитываем этот диагноз в Европе – иммунодефицит. Слабость, беспомощность, импотенция. Поскольку мы так избалованы этой бесконечной заботой туроператоров разного рода правами потребителей, этой ракушкой, этой нишей, в которую мы все вставлены, все повышающимся уровнем комфорта, поскольку мы изнежены, ракетичны, инфантильны, то когда дело дойдет до хоть сколько-нибудь тревожной ситуации, окажемся мы ли в состоянии проявить хоть какие-то человеческие качества. Или, как в фильме игра, даже в процессе такой безобидной детской забавы нас подчинит себе, нас сломает какая-то внешняя сила. Здесь вот та самая управляемая лавина, казалось бы, не весь какая опасность, можно здорово поразвлечься, наблюдая весь фильм об экранах, о наблюдении, о том, как кто-то смотрит, что происходит с другим. И тем не менее, эта лавина сходит только не с гор. Это лавина, которая касается всей европейской цивилизации. Представьте себе, что вы тоже находитесь в таком месте, пускай это не Эльбрус, пускай это не какой-нибудь, например, экзотический остров, где нужно буквально выживать. Впрочем, это тоже похоже на реалити-шоу. Пускай просто в подворотник вам кто-то пристает, или в метро. Помните, как у Ханеке, к героине Жюльет Бинош пристает в вагоне метро молодой хулиган-араб? И, конечно же, народ безмолвствует. Что, если это произойдет с вами? Что, если вы будете хотя бы свидетелем происходящего? Этот фильм устроен как тест. Не только на реакцию персонажей, собственно, Эбби и Томас, но и на тех, кому они рассказывают эту историю. Потом появляется вторая, третья, как будто бы проверочная статистическая пара. И вот уже Мэтс, приятель Томаса, оценивает эту же историю и как друг, и как психолог, и как возможный участник следующих похожих событий. Ну и, разумеется, там, где есть несколько экранов или зеркал, последнее зеркало – это зритель. Как только мы посмотрели этот фильм, моя жена тоже спросила, а что было бы в похожей ситуации, если бы это случилось с нами? Правда, каков первичный инстинкт современного человека? Убежать, остаться, закрыть своим телом другого, помните, как в картине Брилова «Последний день Помпеи», кто будет делать что во время извержения вулкана? Поэтому, когда ты смотришь забавные игры Ханеки или игру или форс-мажор Эстлунда, трудно отделаться от ощущения, что объектив, микроскоп направлен прямо на тебя. Ты зритель, находишься в этом поле анализа. Каждый раз, когда длинная картина тянется до бесконечности, когда ничего не происходит, все это место занимает работа зрительского ума. Каждый раз, когда ты перемериваешь на себя ситуацию, идентифицируешь себя самыми средними обычными персонажами, это, кстати, принцип аристотелевской драматургии, герой должен быть примерно никакой, похожий на любого прочего. Тогда гораздо проще идентифицировать себя с ним. Тогда проще перемеривать эту ситуацию. Несправедливое обвинение, преследование, например. Поэтому кажется, что персонажи Эстлунда как будто бы нарочно лишены индивидуальности. Посмотрите, как они все в одинакового цвета пижаме однотонное, спят в кровати в повалку, как будто бы это вообще тюремная камера. Посмотрите, как они принимают душ, как они чистят зубы одинаково механически, как они не стесняются друг перед другом, отправляя естественные надобности. Люди ли это? Или крысы в лабиринте? Или персонажи Дома 2? Понять довольно трудно. Да, они счастливы, комфортны, упакованы. Да, это такая типичная, без кавычек, шведская семья, хорошая семья, полная семья, и мальчик, и девочка. Но поскребите эту оболочку. Посмотрите, что внутри. Снова не обойтись без киноконтекстов. Скажем, отчуждение Гадара, где непонятно почему происходит разрыв в очень изначально хороших отношениях супругов, и дальше отношение презрения и отчуждения только усиливается. Посмотрите, как у Бергмана в фильме «Стыд» меняется это чувство стыда на ощущение вины, как происходит то самое изменение с типом нормального культурного современного мужчины в экстремальной ситуации, когда он берет в руки оружие. И тогда оказывается, что если тебя постоянно шпыняют, будь мужиком, не будь тряпкой. Но быть мужиком означает стать хищником, собственно, животным, вернуться в какое-то дочеловеческое состояние. Довольно проблематичная дилемма. Такой выбор, в результате которого ты ничего не выигрываешь. Так же, как важно место действия, горнолыжный курорт, так же важна национальность. Если это шведы и шведская семья, если это, конечно, наиболее продвинутая в плане толерантности и политкорректности общества, то именно здесь проблема становится наиболее рельефна. Если ты толерантный, политкорректный, уважающий право другого человека, если ты для всех, для тех и для этих одинаково политкорректен и вменяем, то спрашивается, откуда взяться таким маскулинным качеством, как агрессия, как характер, как вот тот самый инстинкт защиты своей семьи? Вопрос. Если это мужчина, с которого стерта вся маскулинность, потому что она несет в себе природную агрессию, помните, как в фильме «Эквилибриум» трудно выключить инстинкт агрессии как таковой. Это, как бы сказал Эрих Фром, злокачественное образование. Надо еще вместе с тем стереть и культуру. Ведь она вся о том же. Там войны, там какие-то ссоры, там мантеки и капулетти. Поэтому даже музыка Бетховена, если вспомнить еще заводной апельсин, тоже будет самые недобрые чувства. Итак, мы стираем маскулинность как агрессивность, маскулинность как патриархат, маскулинность как доминирующую парадигму. Что останется? Останется просто человек или останется не мужчина, который в трудной ситуации вас, конечно, не выручит. Один факт, которому, очевидно, апеллирует эта картина, который точно знаком режиссеру. По опыту психологов работы с трудными семьями, прошедшими испытания, по опыту как раз анализа экстремальных ситуаций, выясняется, что семьи, пережившие что-то похожее на теракт, захват самолета, очень часто разводятся. Именно потому, что мужчины не демонстрируют свои лучшие качества. И это раздвоенность шизофреническая, когда на поверхности одно, а в глубине другое. На фотографии мы видим прекрасного лыжника, отца семейства. Помните двухминутную экспозицию перед первыми титрами картины? Семья снимается, принимает нужные позы. Они должны особенно классно выглядеть под объективом фотографа. И потом мы услышим неоднократно эти кодовые фразы, скорее всего, такие маркеры самообмана. Крутой лыжник, отличный лыжник или итальянский жеребец. Но это все на поверхности. А что скрывается за тем, кто выглядит как мужчина? Вопрос нелицеприятный, который режиссер задает не персонажам, а скорее зрителям. То же самое, кстати, касается и женского персонажа. В финале картины, когда история как будто бы возвращается и снова случается неприятность. Между прочим, все это основано на реальных событиях, более того, роликах на ютубе. Исход управляемой лавины, испуг туристов. И вот та самая история с разворотом автобуса на горной тропе. Только теперь именно женщина выбегает из автобуса первой. А что же дети? А как же муж? И вот в финале картины мы видим уже множество безликих персонажей, которые идут по этой дороге. Явная отсылка к скромному боянию буржуазии. Идут непонятно куда, непонятно зачем. Влекомые стадным чувством или индивидуальным страхом. Это дорога в никуда, шоссе в никуда, на которой выигравших или хотя бы тех, кто прошел бы эту дорогу по собственной инициативе нет. И вот симптоматика от Рубина Эслунда, своего рода диагноз европейской культуре, иммунодефицит, отчуждение, скрытое под тонкой пленочкой уважения к другому, даже любви к другому, экстимность, термин жижика, когда вся жизнь выставлена на показ, предъявлена в качестве экрана. Вот, кстати говоря, может быть именно поэтому ты и спасаешь гаджет, потому что он все-таки важнее реальной жизни. Это дальнейшая атомизация общества, эти слабые атомарные молекулярные связи, когда то, что представляет собой семья или дружеские отношения, никого ни к чему в действительности не обязывает. Это кризис индивидуальности, поскольку любая персона сегодня, как аватар в социальной сети, искусственного происхождения. Она выстроена, как мочалка в инстаграме, с одинаковыми губами, ужинками, одинаковым взглядом, дескать, я не для тебя. И поэтому представить себе такую типовую личность, значит представить себе работу конвейера. Кризис маскулинности, превращение главы семьи в традиционную опору, эту стенку, за которой можно спрятаться в обычный каблук, в обычное явление быта. И, конечно же, кризис отношений, которые становятся все более одноразовыми. Помните проходного персонажа женского, у которой есть и семья, и дети, и муж, но которая спрашивает, а зачем вообще выбирать? Долгосрочные отношения или краткосрочные отношения с итальянским жеребцом можно иметь то и это. Эти одноразовые отношения похожи на то, как обставлен номер в гостинице. Маленькая порция шампуня, маленькая порция мыла, пара пакетиков чая – все только на сегодня, а на завтра уже не рассчитано. Таковы контрасты жизни в больших городах или отдыха избалованных, а может быть измущенных офисной работой представителей этих больших городов на маленьких горнолыжных курортах в фильме «Форс-мажор». Он, кстати, и выстроен по контрасту. Обратите внимание на то, как противопоставлены вяло текущие сцены, хотя бы этому натиску лавины, или неразвитие персонажей, даже деградация этих образов, и, как ни странно, сильная, очень зимняя, ветреная музыка Антонио Вивальди. Поэтому то развитие, которое происходит по части музыкальной драматургии, и то вяло текущее шизофреническое пассивное хождение по кругу, которое происходит с персонажами, тут ведь вся история буксует. Далее, 17-я минута, она превращается в рассказ. Сначала одной паре, потом другой, потом эти герои перемеривают на себя ситуацию первоначальную, ну и, естественно, это возвращается к зрителю, который тоже в каком-то смысле буксует, спрашивает себя, не находя ответов, а каким бы был я в этой ситуации. Фильм-тест. Фильм-самообследование, результаты которого будут, скорее всего, неутешительными.